В храме сошествия Святого Духа на апостолов было совершено не совсем обычное богослужение. Настоятель храма иерей Владимир Маняков перед началом службы, во время проповеди и по окончании богослужения пояснял смысл и значение тех действий, которые совершают священнослужители в алтаре и в самом храме. Первое его пояснение касалось совершения проскомидии и значения просфор. Просфора имеет такое духовное значение. Во-первых, она имеет две части. Нижняя и верхняя. Это символ единого Бога-человека Иисуса Христа. То есть, Челла Христос был и Бог... Для чего это важно? Потому что из этой просфоры берется админс. Из большой просфоры на литургии берется пять просфор богослужебных. Из одной берется админс. Причем так происходит, что он изымается из просфоры, как бы рождаясь. То есть, просфора осталась целой, админс из нее взят. Что это символизирует? Рождение Девы Марии. То есть, она сама не повредилась, но Христос из нее родился. То есть, вот эта часть, которая осталась, это вот из этого губа, который взят. Будет потом, он освящается и причастие происходит. А вот это называется антидон. То есть, то, что в древности давалось тем, кто не причащался. Отдельно отец Владимир рассказал о том, почему во время литургии священник читает отрывок из Евангелия. Что такое спасение? Спасение – это живое участие в твоей жизни Бога. Когда Бог своей благодатью в тебе живет. И вот когда мы слушаем Писание, мы должны с вами как Спасителя слушать. Как бы вот мы слушали Иисуса Христа. Нам вредно напрягает все свои мысли, все свое внимание. Поэтому церковь, по сути, вот литургия, она и начинается с Евангелия. Когда Господь пришел в этот мир, да, мы увидели пришествие, приставу во вашем пришествии, а в виде входа – это пришествие Господу на этот мир, да, пробовать. Пробовать заключалось в чем? Что сам Господь начал пробовать из чего? Покаяться. Да, то есть первое его пробовать было покаяться. Приблизилось Царство Небесное. А далее он избрал себе учеников, которые пошли по всему миру проповедовать. По словам священника, божественная литургия напоминает также верующим о втором пришествии Христа. В контексте откровения Иоанна Богослова я понял, что больше всего литургия похожа на именно книгу Апокалипсиси. Тем, что там происходит. Если взять вот такой вот краткий, ну такой вот, как сказать, конспект Апокалипсиси, сделать бы, особенно тех видений, которые видел Иоанн Богослов, то литургии очень либо похожи. То есть с восхищением, то есть на проскамении мы вспомнили всю жизнь Спасителя. То есть рождение, распятие, погребение, да, и, соответственно, скрытие Его на небеса, вознешение. А потом началось Царство Духа Святого. Благословие Святой Троицы. Поэтому дургия открывается словами благословения Царства. Мы сейчас живем в том состоянии, в котором живем. То есть мы благословим, хвалим Бога, исполняем закон Христов. Но придет время, когда Господь придет в второй раз, потому что это наша вера. Вот мы верим в Иисуса Христа, воскресшего распятого и в патри предыдущего. Что он еще раз придет. И вот когда споется во Царстве и Твоем, вот это вот именно пришествие Христа в второй раз. На литургии присутствовали прихожане Духа Сашественского и других храмов города, а также участники движения «Симбирская православная молодежь». Как отметили многие из присутствующих, пояснения отца Владимира помогли лучше понять происходящее во время службы в храме. Я считаю, что в любом деле невозможно достигнуть каких-то результатов, если не знать суть дела, не вникать в него. То же самое с Божественной литургией. И зачастую мы приходим на службу, и не все нам ясно, не все понятно. Поэтому я решил прийти сегодня на Божественную литургию с пояснениями, чтобы узнать что-то новое для себя и более ясно понимать ход богослужения. Это был очень интересный, ценный и полезный для меня опыт. Я считаю, что такие литургии нужно проводить чаще и в каждом храме. Являясь руководителем епархиального миссионерского отдела, отец Владимир старается сделать все для того, чтобы прихожане его храма стали не только зрителями, но и участниками богослужения. У нас народ здесь участвует в литургии так создано. То есть я сделал листочки, осунив христический канон, и подобрал молитвы, которые в этот момент нужно читать. По содержанию, чтобы человек участвовал сам лично. И они ими пользуются, они международные судьбы так и раздают, и вот этим пользуются. То есть там они на русском, на чувашском сделаны. То есть поэтому человек сознательно понимает, что в этот момент он хотя бы, пускай он не понимает, что происходит в алтаре, или не слышит тех молитв, которые происходят в алтаре, но здесь на основании опять же святых отцов, это все было старцев, то есть опыта святоотеческого сделано, они молятся именно таким вот, участвуют обязательно хотя бы в евхаристическом каноне. В планах у священника проведение богослужений с пояснениями примерно раз в квартал. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Больница имени святого апостола Андрея Первозванного находится рядом с храмом во имя этого святого. Поэтому почетного гостя, главного детского хирурга Министерства здравоохранения России Дмитрия Морозова встретили главный врач и настоятель храма. Дмитрий Анатольевич осмотрел отделение детского многофункционального стационара больницы, медицинское оборудование и пообщался с персоналом. Дмитрий Морозов отметил хороший профессиональный уровень врачей и оснащение больницы на высоком уровне. Мне очень понравилась энергетика коллектива. Здесь видно, что есть коллектив единомышленников, которые идут вперед. У них есть чем заниматься, но это есть в любой больнице. Есть задачи, которые они перед собой ставят. Но это прекрасно, потому что многое, что удается. И практики, которые я видел, и в отделениях хирургических, и травматологических, нейрохирургических, в оперблоке, в реанимации. Это те практики, которые вызывают уважение. И мы сейчас будем обсуждать на встрече с врачами, в том числе, пути сотрудничества и взаимодействия. В это же время в конференц-зале Спасово-Изнесенского кафедрального собора Ульяновска прошла встреча духовенства Симбирской епархии с духовником больницы имени святителя Алексея в Москве, руководителем направления помощи военным госпиталям синодального отдела по благотворительности и социальному служению, протеереем Сергеем Кляевым. Отец Сергий рассказал об основных формах церковного служения милосердия, организации добровольческой деятельности, помощи семье, профилактике абортов и обокормлении социальных учреждений. Особое внимание он обратил на служение сестер милосердия. Сейчас нам очень важно, чтобы со священниками ходили сестры милосердия, учитывая большое количество людей, хотящих обратиться к батюшке, ему нужны помощники. И вот сестры милосердия являются как раз тем связующим звеном между больным пациентом и священником. Они могут его подготовить к встрече с священником, помочь священнику, проводить его, и как-то организовать эту встречу пациента со священником. Во Дворце творчества детей и молодежи прошло пленарное заседание конференции «Церковь и медицина». Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин обозначил главные точки сотрудничества церкви и врачебного сообщества. Очень хорошо, что сегодня при многих медицинских учреждениях в больницах действуют православные храмы и создаются сестричества милосердия. Задачи священников, которые несут свое служение в больничных храмах, тоже двусоставны. Они призваны помогать как приходящим туда больным, так и медперсоналу, врачам в исполнении их благородного профессионального долга. Между Симбирской епархией и медицинским сообществом Ульяновской области сложились добрые отношения. Я очень надеюсь, что они будут укрепляться и наша конференция тому послужит, что она будет интересной и полезной для всех присутствующих. Во внимание к усердным трудам во благо Симбирской митрополии руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Ульяновской области Иерей Дмитрий Суботин был удостоен епархиальной медали блаженного Андрея Симбирского третьей степени. Два врача больницы имени Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены благодарственных писем за деятельное участие в социальном проекте Симбирской епархии «Спасибо, мама». Гостям и участникам конференции обратились заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев и председатель Ассоциации содействия развитию здравоохранения Медицинская палата Ульяновской области Валентина Караулова. Затем прозвучали доклады почетных гостей, а также представителей духовенства Симбирской епархии и учреждений здравоохранения. Темы сообщений касались вопросов служения сестричества милосердия в медицинских учреждениях, состояния репродуктивного здоровья, современных проблем биоэтики и охраны детского здоровья. Секретарь Симбирского епархиального управления Иерей Роман Сладко рассказал об итогах благотворительного проекта «Спасибо, мама». Участники пленарного заседания и конференции отметили, что обсуждаемые темы носили сугубо практический характер. Основная цель – это оповещение всех присутствующих о том, какие дела делаются со стороны церкви и как воспринимается это общество, какие будут препятия, какие сложности, тенденции к изменению. Потому что определенный этапность просматривается и те же 90-е, нулевые годы, 10-е годы, 20-е годы. Они имеют свой характер в взаимоотношении церкви и медицины, имеют, слава Богу, позитивный характер, перспективы на улучшение и тесное взаимодействие, которое приносит благо как самим медицинским работникам, так и людям, которые нуждаются в помощи в самих стационарах. Сообщения участников конференции «Церковь и медицина» помогли еще раз обратить внимание на многие проблемные моменты, которые можно решить при соработничестве церкви и медицинского сообщества. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Второй тур Олимпиады воскресных школ по закону Божию и церковно-славянскому языку прошел 14 апреля в воскресной школе «Благовестник» при Благовещенском храме Ульяновска. Конкурс был организован отделом религиозного образования и катехизации Симбирской епархии. «Практическая цель – это закрепление пройденного материала воскресной школы, потому что воскресная школа все-таки должна давать знания и атмосферу соответствующую создавать для того, чтобы дети приобщались к церковной культуре, но и закреплять какие-то знания. Сейчас, может быть, это каким-то школярством покажется для детей. Сидят за партами, изучают, задают как будто бы какой-то экзамен, но мы всегда говорим, что это не экзамен, а это закрепление знаний, которые в дальнейшем могут дать какие-то положительные ростки». Участниками финала стали победители приходского этапа конкурса. 26 детей из 11 воскресных школ прибыли на второй заключительный тур в Благовещенский храм Ульяновска. Ребятам раздали листы с конкурсными заданиями. Участники должны были продемонстрировать свои знания Ветхого и Нового Заветов, ответить на вопросы раздела «Духовная жизнь» и заполнить ответами блок по церковно-славянскому языку. После того, как все дети написали и сдали свои работы, члены жюри приступили к подсчету баллов. Поддержка родителей очень важна для ребят. Готовились к Олимпиаде, как правило, всей семьей. «Да, мы готовились к Олимпиаде, нам дали книги, мы прочитали по мере возможности, что смогли, что понятно, так сказать, старались запомнить это. Потом, значит, мы проштудировали некоторые тестовые вопросы-ответы. Ну уж, как запомнилось, что-то запомнилось, что-то, может быть, не запомнилось. Ну, ничего страшного. Главное участие». Для учащихся воскресных школ и их родителей прошел концерт. Под руководством Екатерины Башариной выступили ребята из воскресной школы «Благовестник». Затем прошла церемония награждения, которую провел митрополит Симбирский и Новоспадский Лонген. Владыка пожелал, чтобы ребята, которые сегодня занимаются в воскресных школах, не переставали ходить в храм после окончания обучения. «Это зависит от всех нас. Прежде всего, от родителей, от преподавателей и педагогов в воскресной школе и, конечно же, от священников. Если ученику удалось установить связь с ребятами во время их обучения в воскресной школе, то эта связь будет оставаться с ними навсегда, на всю жизнь. Я призываю еще также духовенство, очень ответственно, очень серьезно относиться к работе воскресной школы». Победители и участники получили грамоты, кубки, подарки и ценные призы из рук Владыки Лонгена. В числе победителей оказались воскресная школа «Зернышко» Кафедрального Спаса Вознесенского собора, воскресная школа Христа Рождественского храма и воскресная школа «Благовестник» храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Следующая олимпиада воскресных школ пройдет через год. Время на подготовку есть, но главное, чтобы процесс обучения доставлял удовольствие детям. Не менее важно, чтобы полученные знания ребята пронесли через всю жизнь. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.